И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на новое видео по F-1020, my team, моя команда, и это второй этап за пост и рост, и у нас сегодня будет Бахрейн. Трасса мне, ну, кстати, в этой формуле достаточно сильно подходит, я даже в тайм-триале там в топ-50 даже вроде, ну, Крэймер вчера был в топ-50. На этот этап у нас некоторые команды привезли обновления, чему я, кстати, удивился, но никто нас пока что не обогнал, но теперь Вильямс и Хас на нашем примерно уровне. Мы же никаких обновлений не приводили, у нас все так же двигатель где-то посерединке, ну, аэродинамика и шасси, в принципе, где-то там на уровне Альфа-Ромео, Хас и Вильямса. Ладно, переходим мы, собственно говоря, к практикам. В практиках я, к сожалению, не смог выполнить прям все задания, я выполнил абсолютно все на фиолетовый результат, кроме квалификационного темпа. Он был полностью провален, мне сказали, что я буду 22-м, я такой типа, а, ну-ну-найс, погнали в квалу, значит, будем просто сливать всем и все. Опять-таки, Кассена с нами, шлем, мне кажется, надо поменять. Отпишите, кстати, как вам шлем, понравился или нет, наверное, все-таки надо будет его поменять, и я даже знаю на какой. Ладно, у нас квалификация, не вышел я из первого сегмента, но я был очень к этому близок. Так как у нас теперь 22 команды, ну, 22 пилота и 11 команд на старте, у нас во второй сегмент проходит не 15 пилотов, а 16. И, к сожалению, мне не хватило аж вроде 4 или 3 десятых, чтобы выйти во второй сегмент. Я стал 17-м. Так, да, просто между 16 и 17 было достаточно много, но, учитывая то, что наши команды по типу Постейрос, Альфа-Ромео, Хас и Виллиамс идут где-то на уровне, на уровне жопы, мы, в принципе, будем бороться именно вот с нашей компашкой из 4 команд, надеюсь. А может быть, мы сможем навязать борьбу и середнякам когда-нибудь, если вообще сможем. Ладно, по ходу круга было пару мелких ошибок, но я все-таки смог достаточно хороший круг собрать, улучшить достаточно хорошо свой прошлый результат. Я даже от Кинга поначалу даже снимал одну десятку, но на третьем секторе, да, кстати, я немного вылетел, срезки обычные, мне тут дали бред, но круг засчитали. Я в третьем секторе проехал достаточно хорошо, даже не учитывая этот срез, у меня просто идеально получилось проходить последний поворот по отношению к ботам. Ну и, собственно говоря, как я и говорил, круг меня вывел на 17-ю позицию на старте. Я был очень рад данному результату, потому что, ну, 17-я позиция, это же прям, ух, как классно. Ну, а по полной стартовой решетке, давайте посмотрим, кто у нас, каким, стартует. На первом ряду у нас Вальтер Болст и Льюис Хэмилтон, у Льюиса Хэмилтона время лучше, но он второй, в принципе, гениально. Дальше у нас Тебастьян Федаль, Шарли Клэр, который должен был вообще стартовать вторым. Дальше Макс Версапиан, Алекс Албан, Ден Риккярдо, Карлос Сайенс, Ландо Норрис Тепанокон, он замыгает топ-десятку. Пока что не вышел патч, который меняет расстановку сил, он, скорее всего, выйдет 10-го числа, то есть сегодня 8-ое, а 10-го будет... А 10-ое-то какое число будет? Это у нас будет пятница. Да, ладно, это будет уже потом, пока что у нас Бахрейн, топливо на полукруга у нас есть. Крылья, кстати, 2-9, не удивляйтесь, это реально работает. Ну и, в принципе, отправляемся на старт, будем стартовать, надеюсь, он пройдет удачно. Гастан не стартует Гран-при Бахрейна. Все срываются достаточно посредственно, маленькие пролаги у меня случаются, но я за счет кнопки обгона достаточно хорошо срываюсь с места. Пытаюсь пролезть где-то между двумя рядами, но это не очень-то и хорошо получается. Строл вообще на внутреннюю траекторию залетает и отыгрывает миллион позиций, но я пока что еду на 15-е позиции, а отыгрываю пока что 2-е позиции. Но на Гасли я тут же делаю атаку, они не тормозят достаточно рано. Поравнялся я с ним, это даже не дайв-бомб, я просто его красивенько прошел, по внутренней траектории он сам оттормозился, и я уже вышел на 14-ую позицию. Поехал дальше за Пересом, думал, они сейчас опять будут тормозить за километр, но не так уж я к ним и хорошо подъехал в этом повороте. Опять-таки сносы продолжаются, такая же проблема как в Австралии тут есть. Тут, что я могу сказать, при переходе с первой на вторую передачу, когда ты газуешь, это просто смерть смертная. Особенно на выходе из 10-11 поворота, там это прям тебя может на 360 градусов развернуть. Ну ладно, а пока мы давайте посмотрим на повтор старта, где у нас Вальтери Босс стартовал с пола на софте, ну а Льюис Хэмилтон у нас в третий сегмент смог пройти на комплекте медиума, и с него же он и стартовал. Из-за этого он проиграл в старте Бастиану Феттелю, они боролись бок о бок, и, собственно, Сэп вышел на вторую позицию, ну а Вальтери Босс поехал кижа. Льюис Хэмилтон, конечно же, поедет на тактику одного пидстопа, ну а тех, кто стартовал софта, ждет пидстоп 2, а именно тактика, скорее всего, софт-софт-медиум или софт-медиум-медиум. Это уже как зависит от ботов, и на каком круге они будут заезжать. Ладно, продолжаем первый круг. Я не так уж далеко от Вальтери Бесса, я думал, что я сейчас буду бороться с Кингом, Гаслитом, Райкеном и всеми вот нашими пацанами. Но меня удивляло то, что я реально держался за Пересом, и я вам больше скажу, я за ним держался аж до девятого круга в ТРС. Да, просто. Примерно такой отрыв у нас был все девять кругов, у нас, кстати, на шестном круге начинается волна пидстопов, заезжают все те, ну, половина тех, кто сортовал софта, и я выхожу уже на одиннадцатую строчку. Ну и продолжаю, собственно говоря, ехать за Стролом, кстати, который проиграл позицию по отношению к Сергию Пересу, к своему напарнику. И за счет ДРС-ки я так бодренько отъезжал позади идущих, ну, не от Гаслей, у которого, в принципе, софт, там понятно, что он с вами держится. Ну, а от Райкенена я отъезжал достаточно сильно. Четыре секунды, и он уже нам проигрывает. Продолжаю тушить за Стролом в ДРС, но на этом круге я, к сожалению, допустил ошибку, уже тут вы видите девять десятых, и, собственно говоря, на этом же круге я и выпал из Зон ДРС и сразу отстал на три секунды. И на тринадцатом круге, точнее, на двенадцатом, у нас завершаются пидстопы у лидеров. У нас Льюис Хэмилтон заехал, со своего медиума перешел на Харт, и я уже еду на третьей позиции. Ну, а позади меня догнал уже меня Вальд Ребота, собственно говоря, на своем софте. Он перешел софта на софт. Ну, и не успел у меня прийти до моего пидстопа. На тринадцатом круге я заезжаю. Ну, и Харт должен спокойно дотерпеть до конца. Да, шина почти 70% износа. Я не знаю, как тут это работает, но в девятнадцатой формуле я вам точно могу сказать, что 90% износа в Бахрине. Любые покрышки работают идеально, кроме софта, да. Сделал пидстоп 2.1. Очень быстро он был. Я аж с непривычки немного позже стартанул. Ну, и выезжаю. Я из пидстопа на позиции под номером 18. Прямо позади меня Латифи, но я от него сразу же отъехал, хоть у него был и медиум. Но, скорее всего, он был просто изношен. Уже, вы видите, 1.7 ему до меня. Ну, а на пятнадцатом круге у нас продолжаются пидстопы, точнее, даже на четырнадцатом, и я выхожу на пятнадцатую позицию. В принципе, на которой я и должен был быть, но еще мы не должны забывать про то, что те, у кого два пидстопа, свой второй пидстоп еще не делали. А значит, я могу вполне оказаться даже в топ-10 на какое-то время. Но смогу ли я это удержать, неизвестно. И на шестнадцатом круге это и начинается. Я выхожу на одиннадцатую строчку после пидстопов, позади меня Фетт или Сайнс, я такой, типа, а, ну найс. Я точно проиграю две позиции. Но на семнадцатом еще продолжаются пидстопы у тех, кто переходит на медиум. Кстати, Леклер переходит на Харт, очень интересная у него стратегия, тактики Феррари в деле. И я выхожу после всей этой волны пидстопов на позицию под номером 6. Я не знаю, это невозможно было бы удержать, потому что позади меня были Феррсаппины, Фетт или Сайнс и все вот эти челики. Кстати, Феррсаппин чуть не умер об меня на выезде из Питлэйма. Он в меня приехал, потому что, ну, блин, я захотел по траектории, он должен был меня пропустить, потому что, ну, я уже занял свою конечную траекторию. Ладно, и на этом же круге прям спустя 10 секунд он лезет в меня атаковать в эсках, ну, и ничем этим это хорошим не заканчивается. Я его почти убил, но все-таки он смог удержать свой болид на трассе, смог, но проиграл мне секунду, но уже под конец этого круга был на моем заднем крыле. Вместе уже с Себастьяном Феттелем и там Шарли Клер уже вместе с Карлосом Сайенсом уже подъезжают ко мне, собственно говоря. И, конечно же, против них я не могу никак бороться. Я даже был на пятой позиции, вот что. Ладно, Ферстапин меня прошел и я, собственно говоря, получил еще и ДРСку на вторую прямую. Точно такой же трюк я проворачиваю с Себастьяном Феттелем. Он меня проходит на главной прямой и я получаю ДРС на вторую прямую. Ну, а за эски они от меня отлетают больше, чем на секунду и я ничего не смог получить. С Лекклером получается более круто. Я его пропускаю перед зоной детекции на самую главную прямую и получаю от него ДРС. Также я от него получил ДРС на вторую зону ДРС и на третью, потому что у него хард и он не так быстро от меня отъехал. И я смог по ходу всего круга использовать ДРС на всех трех зонах. А с Карлосом Сайенсом у меня еще круче получилось. Он меня проходит на главной прямой. Я по ходу этого круга еще забираю две ДРС и весь следующий круг я провожу у него в зоне ДРС, собственно говоря. Ну, а позади Алекс Албан после своего пистопа активизировался и проходит уже Ким Райкенен, на которой был моей подушкой безопасности. И моя девятая позиция оказывается под угрозой. Я уже понимаю, что у меня есть реальные шансы заработать не только одну очку, а аж два. И решаю, что надо оброняться по полной от него. Подрубил все, что можно. Но из-за того, что я свинота, я сместился прямо в него и он сломал от меня справа за крылок. Он пока что меня прошел. Я опустился на десятую строчку, но он был очень медленный в поворотах. Я решил его перекрестить. И это сработало. Да, у меня почему-то что-то с горлом. Ладно. Я его смог пройти с зоны ДРС. По внешней траектории я его прошел. Место, кстати, там достаточно хорошо. Я оставил прямо в прикирочку. Он что-то пытался со мной сделать, но по внешней траектории, в принципе, это проигрышная стратегия. Лезть тут на внутреннюю. Но, к сожалению, он, так же как Ферстапин, чуть от меня не сдох. Ну и потом он поехал менять крыло на пидстоп. Денри Керда. Я хотел примерно такой же друг, как с Леклером, но он просто взял и пролетел поворот по прямой. Я просто получил ДРС. И за весь последний круг он меня больше атаковать не смог. Это моя девятая позиция. Очки во второй гонке за Поста и Роса, за команду, которая третья с конца. И это просто великолепный результат, я считаю. Это просто прекрасно. Не знаю, как это еще описать словами. Кстати, прекрасные просадки ФПС до 11 ФПС. Сколько раз я сказал слово ФПС, не знаю. Но прям найс. Второй раз подряд останавливаюсь пилотом дня. На этот раз у меня хотя бы модель как пилота прогрузилась. Ну и, собственно говоря, у нас побеждает Мерседес. Причем опять он приезжает дублем. Опять пролаги гениальные. Тота Вольф радуется. Кстати, ночью все это выглядит очень-очень красиво. У нас гениальный происходит потом черный экран. У нас, типа, комментатор говорит, что это прекрасный ответ для Льюиса Хэмилтона. Все дела. Пока что он нам показывает палец, хотя это больше характерно для Себастьяна Феттеля. Продолжаются пролаги. Ну и тут случается инсульт черного экрана, пока я не догадался нажать кнопку вперед. Сейчас нам еще показывают Лэнс Астрола, который приехал с седьмым, кстати. Серхио Перес приехал пятым. Так что рейсинг-поинты приехали пятый и седьмой. Это достаточно хорошо. Серхио Перес даже опередил ЛКР, который с гениальной тактикой перешел на Хкар. Получилось так, что я финиширую четвертый из тех, кто ехал на одном пидстопе. У нас, собственно говоря, Хэмилтон выиграл на тактике одного пидстопа. Потом у нас Серхио Перес, получается, потом Лэнс Тролл, и потом я на тактике одного пидстопа. Мне понравилась тактика одного пидстопа, скорее всего. Дальше у нас Вьетнам. Я совершенно не знаю, какая там тактика. Я не знаю, какие там комплекты надо использовать, сколько там делать пидстопов. Ну а в Китае 100% будет тактика одного пидстопа с медиумом и хардом. Че-то я начинаю заговариваться. Ладно, подиум мы посмотрели. Он опять у нас подлагивает. Гениально. Спасибо, игра. Спасибо, касс-сцены. И, кстати, на трассе у меня тоже происходят просадки фпс. Не понимаю. Вообще не понимаю, почему. Тут вроде системные требования остались точно такие же. У меня стоит даже средне-низкая графика. Но даже так у меня не выдает стабильность 120 фпс, когда в 19-й формуле на высокосреднем выдавали спокойно 120 фпс. Очень это странно, на самом деле. Ладно. У нас по результатам Хэмилтон, Боттус, Ферстаппин, Феттель. Дальше Перец, Леклер, Стролл, Сайнс. Я 9-й на своей Постоиросе. Ну и 10-й у нас Дэн Риккиадо. По контактам у нас только сход Антонио Джовинаци. В личном счете я выхожу на 12-ю строчку. Я, правда, последний из тех, у кого есть очки. Начиная с 13-й позиции ни у кого нет очков. Но изменений очень-очень много. Постоироса за счет моих очков выходит на 7-ю строчку. В кубе конструкторов мы проходим и Альфа РМЛ, и Альфа Таури. Также у нас Рейсинг Пойн поднимается на 2 позиции выше. Ну и Феррари проходит у нас Рэд Бул. После гонки репутация у меня повышается до 2-го уровня. У Джордана Кинга она остается 5-го уровня. Ну а команда уже становится уровня 3. Нам дают от спонсора 119 тысяч долларов за то, что мы намотали 50 кругов вдвоем по ходу всего уикенда. Ну и, собственно говоря, переходим в Моторхоум, собственно говоря. И я решаю, надо что-то добавить нам каких-то занятий между гонками, потому что перерыв достаточно большой. Я поставил развитие отдела силовой установки, потом реклама спонсоров пилоты, и я этого добавил тоже. Потом я поставил улучшение аэродинамики, потому что это реально нужная вещь. Ну и поставил запись видео для продвижения пилота. В принципе, заполнил все дни. Не знаю, как это, конечно, сказывается на, может, каком-то, не знаю, физическом состоянии пилота. Я не знаю, но, по крайней мере, для меня это нововведение. Посмотрим, что у нас будет во Вьетнаме. Пока что у нас только первый уровень у аэродинамики, и у всех у остальных уровень 0 у отделов. Но, в принципе, у нас достаточно много ресурсов, 2700, и я решил, что надо брать обновления. Причем их надо у нас достаточно много. Я проверил, доступны ли нам еще какие-то спонсоры подписать, но их нету. Также еще на маркете пилотов мы, может быть, в середине сезона, будем кого-то подписывать, но не факт. Возможно, Джордан Кинг у нас доедет этот сезон. Но пока я тут клацал по всей менюшке, пытался еще что-нибудь найти интересного, все-таки остановился на том, что надо взять какие-то обновления. Решил взять, во-первых, аэродинамика. Это прям, во-первых, нам должно приехать. Надеюсь, что она нам приедет. Да, вероятность неудачи 30%, но 70% на то, что она приедет. Берем средненькое обновление, берем также незначительное обновление аэродинамики, еще одно. Также берем обновление шасси и берем одно обновление износа устойчивости. Думал я, какое обновление взять, снижение веса или еще что-то. Короче, взял самое верхнее. Ну и износа устойчивости, мы последние по износа устойчивости, кстати. Одно обновление я взял. Это, я не знаю, к какому это этапу приедет. Тут просто нам пишется дата. Ну и на этом, в принципе, все. Дальше у нас Вьетнам, новая трасса, которая мне, кстати, не очень нравится. Ну и все. На этом я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.